Всем доброго вечера, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила и Лост. И это Лига от Мегафон. Играют у нас команды Павага против команды Макс Дома. Вот такое замечательное название, оно меня уже повеселило. Привет тебе, Дима. Привет, Мил. Как у тебя дела? Как настроение? Готов работать? Да, готов. Я вижу у Паваги настроение еще лучше. Павага сразу же забирает Фантом Ассасин плюс Магнус. И первое, что приходит в голову, как бы, ГГВП для Тим МД. И мы ждем следующую карту. Ну, я увидев эту комбинацию, уже можно сделать определенные выводы. Она очень сильная, это говорили уже миллион раз. Несмотря на то, что вроде чуть-чуть там подрезали, подрезали. Но, тем не менее, не только Фантомка сейчас режет больно и бьет. А вот представьте, с Магнусом, это же на самом деле, в нем тоже заключается очень большая сила в плане того, что герой, ультимейт которого пробивает через Линкенсферу, через БКБшку. И с Фантомкой они, конечно, просто невероятно сильная комба. Да, ну и в народе так повелось, что, наверное, один из самых ярких саппортов это Винтер Виверна. Если Магнус прыгает вместе с Магнусом, прыгает Фантомочка, то, возможно, Винтер Верн убьет Магнуса Винтер Кюрсом. И, возможно, на эту комбинацию рассчитывает Тим МД. То есть, все в руках Винтера Верны, но, честно говоря, я бы на нее не ставил. Потому что это всего лишь навсего саппорт пятой позиции. Вообще, кстати, хочу отметить, что, так как я сама из Беларуси, я не могу не отметить, что повага белорусская команда, можно так сказать. Потому что все-таки три игрока там из Беларуси. И как раз достаточно известные игроки, что J4, что Чифшир, что Палантимус уже у себя успели зарекомендовать, показать. Бигнума и Покачу тоже, я думаю, многие знают. Брат Богдана, брат Бигнума тоже все слышали, стримят и так далее. Игрок у него очень хороший рейтинг. Я на данный момент не знаю, какой рейтинг, но раньше у него был очень хороший рейтинг. Так что команда по игрокам вам плюс-минус более известная, чем Макс Дома. А про Макс Дома, кстати, информации у меня практически там никакой нет. Даже там на Госсу Геймерс я посмотрела. Ну, то есть игроки явно не такие известные. И фаворитом в этой встрече как раз непосредственно является повага. Что вообще-то видел? Несколько игр мы с тобой успели переговорить буквально перед матчем. Ты говорил, что они являются фаворитами. Да-да-да. Ну, по поводу поваги гейминг так есть. Они совсем недавно выиграли один довольно-таки неплохой турнир. А вот по поводу Тим МД я могу сказать, что это паберы некоторых встречал в паблике, с некоторыми играл. И вот Крэйзи Байк как раз один из них. Они просто опытные паберы. Я так понимаю, это какой-то микс, вот вышедший на турнир. В принципе, мысли у ребят неплохие. То есть если так присмотреться, то Магнус и Фантом Ассасин можно законтреть. То есть для начала нужно, чтобы Винтер Верна дала Винтерс Кюрс, допустим, в Магнуса в момент прыжка в Фантомке. И когда Фантомочку убивают Магнуса. И после ультимейта Винтер Верны нужно дать Блэкхолл Энигмы. Тогда еще упадет и Фантом Ассасин. Ну, в принципе, есть. Да, ты правильно отметил, чем здесь контролировать Фантомку. Но, тем не менее, нужно постараться. Потому что, опять же, если что-то пойдет с Блэкхоллом не так, или там с ультимейтом Винтера Виверны, то дальше Фантомка здесь будет очень сильная. Мы уже отмечали. Магнус, конечно, очень ей в этом поможет. Манки Кинг, как ты относишься к этому герою в этом патче? Метовый, хороший, универсальный. Может гангать, может фармить. Много, на самом деле, чего может делать в хороших руках. И в целом, наверное, один из крутейших персонажей, если просто нужно знать хоть кого-то. То есть, вот он крут. Он крут и заходит в большинстве ситуаций. Тот же Мидуайн показывал, как на этом герое можно раздавать. И он, наверное, один из лучших Манки Кингов в Европе. Знаешь, а вот по поводу Девавара, давай тоже немножко на нем остановимся. Потому что я еще не совсем отошла от Мегафон Винтер Клэша. Сразу мне вспоминается Мэджикл игра на нем. Очень круто на нем отыграл. И вот этот персонаж. В начале патча его никто не пикал. А сейчас он появляется все чаще и чаще. И, в принципе, винрейт у него тоже достаточно неплохой. Как тебе он? Лично дошел в паблик. Лично поиграл на нем. Пришел к выводу, что это, наверное, один из самых медленных героев в доте. Из-за того, что у него две обилочки. Работает исключительно в процентах. И он супер лейтовый, но ему нужно время. Осталось пять секунд. Он нереально крут лейти тем, что вырубает пачку крипов моментально. Тем, что чистый урон сплэшует. То есть, в принципе, это один из самых опаснейших героев лейти. Но до лейта нужно дожить. Ему нужно раскачаться и иметь где-то в среднем два артефакта. Так, хорошо, я тебя поняла. Ну, то есть, если касательно лейта, то повага выглядит гораздо сильнее. Во-первых, Vengeful Spirit против Блэк Холла. Это лучший персонаж против... Ну, не буду так говорить, на самом деле это не совсем правильно. Один из лучших персонажей против Энигмы. Саленсер. Саленсер лучший, вот говори не ошибок. Вот, мне сразу же пришел в голову Саленсер, когда я это сказала, поняла, что, возможно, я не совсем права, потому что разные ситуации бывают. Ну, тем не менее, она и правда против Энигмы очень неплоха. Притом, она неплоха не только против Энигмы, она неплоха еще против Манки Кинга. Если вы свапываешь с арены. Да, еще она неплоха против Винтера Верны, если свапываешь кого-то, кого бьет твоя команда. И в целом, Винга здесь почти бриллиантовый пик. Она идеально спасает, она неплохо бафает, и я бы сказал, что полностью лейт за повагой. Ты говорила о лейте, смотри. Магнус имеет в процентах Эмпауэр, у Фантомочки Ассайсон в процентах Криты и Увороты, у Винджифул Спирит в процентах Аура, ну, а у Дэ просто обилка там бьет в процентах от количества маны. То есть, если так посмотреть, лейт у нас за повагой, и давай поговорим теперь про стадию лайнинга. Пока мы еще не знаем, как распределять свои линии ребята, примерно понимаем, что это будет, но, тем не менее, всегда есть возможность с ним угадать, поэтому, наверное, уже посмотрим, что они сделают. Но, тем не менее, что ты скажешь по поводу Тинни против этого пика? Потому что смотрится так, что ему будет достаточно сложновато. Как-то странно он здесь оказался. То есть, герои в целом будут прочные. Магнус, ОД и Фантом Ассайсон за проказ не падают. Ну, в ближнем бою он явно не убивает Фантом Ассайсон и ОД. Вот он очень странный пик здесь. Я думал, кто-то другой кажется. Я про него и хотела отметить, потому что, когда был пик, соответственно, был пик, нам первый пик повага забрала себе Магнуса, у них был, они взяли себе Винтервену, и следующий пик начали думать. Но, очевидно, что они уже не могли забавить Фантомку, оно же были сделаны, и, знаешь, такая вот неловкая ситуация получилась, что либо ты отдаешь Фантомку, либо сам ее берешь. Но, судя по всему, потому что ее не взяли и оставили своим оппонентам этот пик, они планировали сыграть через что-то другое. И Тинкер нам показывает через что. Тинкер. Тинкер говорит, что вы не зайдете, хотя это не факт. Тинкер говорит, что, в принципе, если драки будут происходить до Блокинг Бара, то Фантомочка будет миссовать. Но в нынешней мете очень быстро собирается Блокинг Бар, поэтому не совсем ясно, как это будет работать. Вот. И Тинкер долгий. Тинкер, он так же, как и Энигма. Ему нужны травела, нужен блинг. Это артефактный разгон. После этого еще нужно будет купить себе парочку слотов. Там есть разные вариации. И вот в это время Фантомочка просто берет один Блокинг Бар и убивает полкоманды. Итак, по пику Павага, на мой взгляд, и, как я понимаю, на твой взгляд, оказались сильнее. Сейчас посмотрим, как они отстают линии, потому что в этом патче, да, в принципе, и в предыдущем патче тоже стадия лайнинга очень сильно решала. Да, я не спорю о том, что можно камбэкать, различные ситуации бывают. Это Дота, это такая игра, может критануть три раза подряд, а может и не критануть. Но, тем не менее, мы пока по пикам ставим именно на Павагу. Еще раз напоминаю, что Павага играют за Рейдент, а Макс дома. Тут не стоят никакие вот у них таблички, чтобы вы понимали, но тем не менее. А Макс дома, соответственно, за Дайр играют. Ну и давайте смотреть, куда у нас кто отправляется. Интересное решение от Паваги Гейминг. Сделать Винджи Фулл Спирит не саппортом четвертой позиции, а сделать ее кором на третий. Ну, знаешь, если учесть, насколько она здесь будет полезна, вообще в целом, посмотри, прям для Фантомки, мне кажется, это чуть ли не идеальная игра, когда у тебя прям два таких жестких бафера в команде, плюс у тебя еще и хиллер есть. Я понимаю, там чаще всего хилл немножко попозже качается, но тем не менее он будет. Смотрится очень круто. Хотя по поводу, на самом деле, Вич Доктора, на данный момент он не так часто появляется среди саппортов пятой позиции. Почаще какие-то там более толстые герои, но тем не менее появляется. Ну, просто подхилл против Тинкера. Они рано или поздно будут заходить на ХГ. Тинкер будет спамить ракетами и машинками. Вот если КП будет мало, водоотчика отхиливает. Да, все верно, все верно. Битва начинается. Давайте сразу следить за рунами. И три руны достаются у нас по лаге. Вот так вот. То есть они по всем фронтам пока начинают очень даже неплохо. А тут еще даже на Тинни нападают. Но, разумеется, Тинни пробить сложновато. ХП у него очень много, несмотря на то, что с армором проблемы. Ну, так на тангусик развели. Уже мелочь, как говорится, приятно. И по линиям, сразу по линиям. В миде у нас будет Деваур и Тинкер. Как мы видим, Тинкер немножко получше застопил. Давайте посмотрим на легкую линию Рейдент. У нас ситуация следующая. Энигма и Тинни против Фантомки и Вич-Доктора. Посмотри, начинают они такие разминать друг друга. Ну, даже Фантомка, что странно, пошла разминать, а не пытается добивать крипов. И, кстати, в этой битве она немножко проиграла. Посмотри, линия Тинни и Энигма, она смотрится более плотной, чем Фантомка и Вич-Доктор. А сверху довольно-таки неприятная линия для МК из-за того, что у него мало брони. Например, Винга имеет баф Магнуса, бьет больнее. Плюс у Магнуса с Вингой у каждого героя поличное количество брони. Потом Винга вешает твоего в Террора. И еще минус 3 брони Манки Кингу. В итоге у него броня в минусе, и ему достается. Вот стаки — это его единственный шанс. Как раз вот Магнусу лучше кумка не подходить, чтобы тот не заряжал палочку. И тогда они будут размениваться в плюс. Вич-Доктору пришлось прокачать хилл, потому что видим, что на него нападали. Он был близок к тому, чтобы даже умереть. Но благодаря тому, что хилл умелся, соответственно, он прокачал его. И чувствует себя уже чуть более комфортно, чем могло бы быть. ПБ отдавать, конечно, всегда не хочется. Особенно, когда у тебя такая линия, на которой, ох, каска полетела. Но, разумеется, скачать было некуда. Потом так немножко подзажали тени. И, честно говоря, это выглядит как ФБ. Главное, чтобы его забрала Фантомка, так оно и будет. После каски надо сразу делать ТБ, поскольку сбивать нечем. Ну, шикарно. Забрали First Blood. Притом, еще раз я отмечу момент, что Палантинус его забрал. Кстати, по поводу Палантинуса. Я помню, когда он еще играл в Веге, и он тогда еще играл на Мартретке. Тогда у него тоже очень неплохо получалось. Она была не суперпопулярным персонажем. Вот сейчас, когда она прям тащит катки в соло, можно так сказать. Мы видим, предположение можно было такое сделать, что ему захотят ее взять. И, конечно, вот сейчас он должен показывать, давать мастер-классы. Не зря он столько на ней игр отыграл и так далее. По крайней мере, раньше. Пока мы видим... Давай посмотрим по крипстатам. Деваур чувствует себя 10-2 против 9 на 3. Неплохо. Ну, примерно одинаковый у них крипстат. На легкой линии в Engifull Spirit 10 крипов у Манки Кинга 9. То есть тоже примерно одинаково. Ну, у Фантомка у нас 8 на 1 против Энигмы 10 на 7. Но тут, конечно, вот того, что Долоны, немножко посложнее будет. Все-таки вот это может быть проблематичной линией у Паваги. Вот в миде довольно-таки неплохое изменение для ОД. Он может по кулдауну спамить Астрал. И в конце Астрала нажимает на Эквилибриум. В итоге цель выходит из Астрала, домашивает все, что находится вокруг. И за счет Эквилибриума ОД полностью устанавливает ману. В итоге вот он стоит. И пока фулл по мане вообще не проседает. Да, все у него замечательно. И вот случилось то, что должно было бы случиться. Забрали Вич-Доктора. Вообще на этой линии не должно было бы ФВБ так на Тиней. Там Тиней немножко ошибся. Очень долго жил. В любом случае сделали фраг неплохой. Ну, как неплохой, это саппорт. Но, тем не менее, если уж и саппорта в начале игры на такой линии не убивать, то дальше будут серьезные проблемы. Пытается разминать Фантомочку. Но дело в том, что он потратил сейчас первый спелл. Энигма должна помогать. И вот Фантомка пытается отступить. Дерется до конца. Ну и побеждает в этом противостоянии Тиней. Фантомку разменяли на него. Вич-Доктору приходится отступать. Но Энигма дальше будет фармить. Не самая лучшая размен до Фантомки. Она понимала, что очень маловероятно, что получится отойти в такой ситуации. И стала драться до конца. Для нее это было лучшим решением. Ну, снизу в целом неплохо. Пока есть шанс, ребята давят. Тиней идет в выгодные размены. Ну, допустим, сейчас. Он выдает прокаст. У него заканчивается ман. Он смело отправляется в таверну. И также отправляется Фантомочка. Возвращается на линию. У него снова фулл мана. И он снова готова давать прокаст. Смотря, опять они нападают на Вич-Доктора. Понимают, что очень легко его можно забирать. Фантомка вгрызается в Энигму. Но хватит ли урона? Понимают, что маловероятно, что получится быстро дойти. Тем более у нее, соответственно, бюр прокачен и даггера на двоечку. И она решила отступить. Право Деба играет поскромнее, поскольку он погибает за прокаст. И если он дальше будет поставляться, то у Энигмы появляется шанс выиграть линию. Она уже довольно-таки неплохо идет. Да, она уже довольно-таки неплохо идет. И существенно обденавает Фантомку. Очень тоже важный момент, что в этот раз три руны достаются у нас Макс дома. Кстати, только Магдус смог одну отжать. Но в любом случае, такое уже 2-3 преимущества уже у Макс дома. Такое название команды, когда просто произносишь, хочется улыбаться или думаешь, что-то со мной не то. Но вот такое вот, так решили. Ночь на дворе, Тинни у нас... А, нет, все нормально у Тинни. Показалось, что просел. Все, нет, все хорошо у Тинни. У Тинни все отлично. Но сейчас лучше всего все у Энигмы, которая прям со счетом 2 до 0-1 идет на линии. Посмотри на шикарный ее крипстат. Ну и у Дваура, как мы видим, по крипстату. Линию свою у Тинкера. И ВД старается хоть как-то быть полезным. Он постарался выйти в центр на Тинкера, но Тинкер играл аккуратно. Не подставляется. В итоге ему приходится возвращаться на легкую линию, но там уже Тинни с сапогом. И Энигма очень скоро получит 6 уровень. Туда бы найти стены в этой игре. Да, да. Ну, сложно, сложно. Вот мы как раз говорили о том, что Вич-Доктор, он такой... Посмотри, кстати, Тинни подловили. А Вич-Доктор еще есть хоста. На развороте начинает драться. Энигма сюда подходит. И уже могут они по-другому начать драться. Ну, в смысле, продолжить драться. Тинни до конца за ним. Неужели даже под тавр пойдут? Под тавр опасно. Хоста-то уже закончилась. А ВД под тавром пару плюх получит. И на этом ситуация полностью переворачивается. Ну, кстати, не добили его. Хилл спасает. Дерется теперь до конца против Фантомки. Фантомка потратила блин. Господи, как же живет Тинни до конца. Еще и разворачивается. И киллинг спрей для Энигмы совсем неприятно. Фантомка уже погибает второй раз к ряду. И, конечно, это очень ее должно злить. Да, легчайшая для Тинника. Классно вытанковал. Отлично использовал стики. И ВДшечка с Фантом Ассайсин пока жальничает. То есть я не верю, что Фантомочка, играя против очень сильного противника, без сапога пыталась бы убить Тинни. Но вот он попробовал, и у него ничего не получилось. Там, на самом деле, немного Ведждоктор ошибся. У него была хоста. Он чувствовал, что тебя неуязвим. Но хоста закончилась. Он под тавром получил достаточно большое количество урона от того же самого тавра. И ситуация полностью поменялась. Не в их пользу. Нападение у нас на Вентровиверну. Она себя хилит. Но такая ситуация, когда Фантомка понимает, что на линии стоять нет никакого смысла. Идет гангать, и у нее получается сделать спраг. 186 золота получает. Это лучше, чем умирать на легкой линии. Лучше так попробовать теперь померещаться. Что-то в таком духе. В ожидании свапов. В ожидании свапов нужно кому-то отправиться на легкую линию. Просто получать экспиренс. А оставшимся героям можно сверху убивать МК. Смотри, прыгают, кстати, на МК. А, но тут Тинни уже рядышком. И как же больно Фантомке. Ее просто за считанные секунды уничтожили. Теперь можно переключаться еще на Венжевл Спирит. Она под замедлением. И Тинни идет до конца. Да, Тинни идет до конца. Справляется с Венжевл Спирит. Теперь можно переключаться на Джей Фо. Джей Фо у него имеется подхил. Мана качается. Но дальше нет, в принципе, смысла идти. Потому что тут и в кулдауне не было способности. Хотя вот Тинни вот-вот она откатилась. Тем не менее, опять же, крайне неприятно. Погибает Фантомка. Погибает Венжевл Спирит. И 2000 уже ведут Макс дома. Тинни читает игру. Пришел на сложную. Дал преимущество Энигме. Энигма стоит одна. Никого нет. Сразу же убежал наверх. Сразу же прочел действия оппонента. И со своим раскастом он сейчас очень-очень опасен. Особенно для Фантомки. То есть, вот посмотри, у нас нижняя линия, можно сказать, полностью была выиграна Макс дома. В миде ситуация... Ну, по данному, вот сейчас Крепстат чуть лучше у Дваура. Но, тем не менее. А вот на топе она была очень близкой к друг другу. И сейчас, когда Венжевл Спирит погибла, соответственно, Маки Кинг там какой-то экспириенс взял. Это уже не так здорово. На Чешира нападают, заряжена с Манки Кинг. Еще буквально один удар. И ты посмотри, как легко убивает Венгу. Венгу оставлять одну вообще нельзя ни в каком случае. Да, без поддержки, без Магнуса на этой линии вообще ловить нечего. Вдвоем ее просто затыкают. Плюс МК очень круто сыграл. И он умеет доджить стан мисс Чифом. Просто превращается в штучку. Как бы стан не залетает и продолжает избивать Венгу. Тем временем Тинни продолжает выигрывать огромное количество времени. Пикачу пошел. Пикачу Тинни скорее всего не убьет. У Тинни слишком много хп. Винтер верно засейвил Тинни. И по-прежнему Тинни продолжает создавать нереальный спейс на карте. Да, определенно Тинни. Мы с тобой во время пиков не понимали, как они будут его использовать. А пока используют они его очень здорово. Так, кстати, тут у нас такая неловкая ситуация. Мы Нигмы могли быть проблемы, но вовремя, вовремя подходят сюда в интервью верно. Но Фантомка тут как тут. Перячется Ведваур. Перячется Ведваур. Перячется Ведваур и Нигма, прошу прощения. Замедление. Нигма еще буквально пару ударов. Но дальше они просто побоялись идти. Подумали телепорты. Хотя, посмотри, идут до конца по замедлению. Даггер. Касочка полетела. И вот чуть-чуть бы пораньше. Еще буквально пару ударов. Здесь Доктор у нас отправляется отдыхать. Уже не в первый раз, поэтому ничего страшного. Но Тинни, Киллинг Спри. Седьмой левел. Статистика 3-2-4. Когда вначале он погибал. В разменах. Опять же плюс, посмотрите, у него большое количество ассистов. То есть, поучаствовал на данный момент в 7 из 8 фрагов своей команды. Правда, делает очень и очень много. Так, ну и Нигма погибла, будем считать, где-то была все-все-навсего неприятный момент. И она может, опять же, возвращаться на сложную. Ставить фармить. Ее очень трудно обойти. Она, допустим, может взять крипа и постоянно светить территорию. Так, чтобы не смогли некоторые герои зайти ей в спину. И соло пушить вышку. Пока нет ни одного героя, способного хорошо отпушивать. Ну, разве что Магнус. Но у него шоквейв только 2 уровня. Опять же, здесь Магнус, он исполняет роль саппорта. И несмотря на то, что он ни разу не умирал. У него вот сейчас 6 уровень взял только. Нигма 8-й, 7-й, посмотрите, Тинни. Кстати, хочу отметить, что забрал фраг на Энигме именно Фантомка. Соответственно, она там получила практически 400 золота. Это был очень хороший фраг, потому что посмотрите на Нетфорс Энигмы. Просто на первом месте. Впереди планеты всей. Кстати, ее сейчас будут, возможно... Нет, нормально, решили отойти. Очень вовремя интервьюер на Энигме. Решили отступить. Потому что рядом находился уже Вич-Доктор и, опять же, Магнус. Который при желании может прокачать Полярити. РПшечку. И все. И там уже как-нибудь... Но тут с другой стороны Блэк Холл есть. Так что тоже его не стоит, наверное, недооценивать. Катапульта с Доминатора очень сильная. У противника есть магический урон, а магическим уроном ее не взять. Физа тоже имеется в виде Фантомки и в виде Венжевол Спирит. Но одному и второму герою нужно время для артефактов. В итоге Катапульта просто в нагую там бегает, показывает, где находится противник. И при этом еще довольно-таки неплохо пушит вишки. Сейчас самое главное продолжать снова болеть, но не подставляться. Ну, вот как раз посмотри. И правда опасный момент. Во-первых, в интервьюер она должна... Вот буквально ей посмотри, сколько не хватает до шестого уровня. И сюда можно прийти всей командой и отдефить. В это время он киньего забирает. К сожалению, не буду вам показывать, потому что здесь, возможно, еще что-то будет. Нет, но нет. На топе забрали Манки Кинга. Тинкер у нас уже с травелами. И что, Макс дома решили отступить. Ну, наверное, это в такой ситуации правильное решение. Хотя у них опять же был Тинкер с травелами, который мог прийти и помочь своей команде как-то хорошо подраться. Ну, преимущество не закрепляется. Нигма оставляет сложную для Винтерверны. Самая Нигма способна очень быстро фармить лес и оставляет линии, чтобы саппорты получили шестой уровень. Шестой у Винтерверны имеется. Посмотри, поставили с центри. Он встает. И в целом сейчас своим пиком могут пойти попушить, поскольку тавер дэмэдж у них есть. Рассказ у них тоже неплохой. Тинкер может прилететь и помочь. Да, так, как они у противника, все, в процентах. Соответственно, в лейте они будут просто уничтожать, а вот сейчас у них есть легкое преимущество, и его бы закрепить. Винтерверна погибла, пониматься на ХГ в такой ситуации? Да. Но они его не закрепляют, они просто фидят по одному. Смотри, забрали Винтерверну. Понимая, что она так поднялась, значит, у них здесь вижены нет, сразу используют смок. И отправляются искать и убивать кого-либо. Конечно, здорово было бы убить Тинкера. Тинни везет в этой игре просто. Максимально везет. Он был такой легкой целью, но тут, не сказать, что совсем уж легкой. Очень хочет свапнуть Веншфл Спирит, получать много урон от машинок. Тут еще ракетки полетели, и вот уже нужно и на базу идти. А вот здесь как раз стоял Сентрисуап от Веншфл Спирит, но она сама погибнет. А это же всего лишь саппорт, а ты же кор. И в такой ситуации, когда у тебя так мало ХП, наверное, не стоило. В итоге они потеряли Веншфл Спирит, задефали. Свой Винтерскерс был потрачен от Винтера Виверна для того, чтобы задефать Тинника. Тинник спокойно ушел, и вот такой мув получился не самый лучший. Хотел узнать, как сделать как лучше, а получилось как всегда в итоге. Сбить Телепорт, сбивает Телепорт Магнус, тратит Орпешку. И правильно, конечно же, делает. Нигма не жалеет Блэк Холл. Сейчас придет, Джей Фоа собьет этот Блассам Блэк Холл. Прилетает Тинкер, рядом Тинни, Мега Килл, Девавор просто разбирается за щеной секунды. Идет дальше за Вич Доктора, Вич Доктор хилится. Ну куда ты отхилишься? Хотя по Таворам начинает мансить. Отлично, замансовал. Замансовал. Ну давай же, дерево полетело, но не добивает. Джей Фо делает Дабл Килл. В итоге команда, которая в это время убивала Тинкера с Тинкером справилась. И отыгрывает около 1000. Замес для них получился просто шикарный. Они, конечно, потеряли Деваура, но тем не менее забрать Тинни, у которого был там стрик хороший, Тинкера и, конечно же, Энигму. Опять же, по Натворсу все понятно. Замять, вот они сейчас атакуют, но атакуют не всей командой. То есть в целом, замес, который начался неудачно, они еще в этом замесе умудряются как-то выйти в плюс. То есть вот если бы они сейчас пошли все вместе, дружненько, толпой, вызвали бы и Далончиков. Тинкер бы закинул марши и издалека бы поливал противника ракетами, по лаге нечем было бы ответить. Потому что маны у них очень мало. У ВД Вуду Ресторейшн только первого уровня. И первым уровнем Вуду Ресторейшн очень трудно отхлевать всю команду от спама ракет. Да, еще стоит заметить, что замес начался не самым лучшим образом. То есть Нима потратила Black Hole. Там столько дэмэджа не получилось вписать, сколько могло бы быть, если бы сразу они, как ты сказал, вместе шли. В итоге не все зашло, как планировалось, скажем так. Нужен МК, да. То есть по-хорошему нужно МК подойти к своей команде, так как если ребята будут пытаться, допустим, втроем или в четвером убить пятерых, то любая их атака может закончиться на том, что просто противник задавит численным преимуществом. Опасно. Опасно. Пока ушел, но его нашел, ВД. Манки Кинг накастовал свою арену, но, разумеется, тут под Меледиктом, Фантомка. Винтерскерс, кстати, немножко поможет. И будут ли они драться до конца? Тут уже тинкеры, ракетки полетели. Нет, Манки Кинг все-таки отправляется в таверну, подходит Энигма, вгрызается в Фантомочку. Фантомочка отсюда не уходит, разменяли одного корона на другого. Ракеты полетели, следующая цель ВИГ-Доктор, ВИГ-Доктор под регеном. Но ракетки его достают, в любом случае урона будет достаточно много. Пойдут ли они дальше, вот в чем вопрос. Ракетки еще летят, а здесь тени, просто выходят туда, куда нужно, когда нужно. И делает прям практически дабл келл. На самом деле не он сделал дабл келл. Сделал реально очень здорово, прям серьезно. Вот как бы, ты сказал, читает игру, вот он правда читает игру. Там выходит, когда надо, где нужно самое главное. Так, тем временем Энигма нападает на вывесчику. К ней сразу же подключается Винтер Верна, и Винтер Верна находится в отличнейшей позиции. Чеширский кот стоит так, как будто хочет начать замес, но потом резко передумал и сразу же отступил. Ему одному здесь сложно было бы начать замес, хотя бы потому, что опять же, вижен у них имеется. То есть он знал, что здесь Винтер Верна, но он понимал, что еще есть Тинкер, который может прилететь. И даже попытаться как-то сейчас делать что-то рядом Магнуса не было. Магнусу буквально чуть-чуть не хватает до блинка. И вот уже с появлением блинка на этом персонаже, конечно, будет поприятнее драться, пока рисковать не хочется. Тем более то, о чем мы говорили, что лейт за ними, значит нужно до этого лейта дожить. Главное в это время там сильно не нафидить, потому что линии они проиграли. И вот там Трикора у них очень близко друг к другу идут. Посмотри, какой просто шикарный Эндворс, только Деваур держится. Так, начинается у нас замес, касочки прилетели. Кстати, касочки очень неплохие от Кентавров здесь подлетали. Тинкер накастовывает, раскастовывается полностью. Ну и, разумеется, Виждектор такого прокаста не переживает. Отправится от Таверны, забирают они Тавар, они им достаются. Опять же, увеличивает преимущество с 5 до 6 тысяч. Да, пока такие дела, что ребята выигрывают без Манки Кинга. Вот вроде бы Манки Кинг есть, вроде бы он там что-то делает. И у него даже неплохой Эндворс, топ-2. Но при этом он со своей командой не совершил ни одного командного мува за последние минут 5. Но при этом команда молодец. Она продолжает давить. Она полностью реализует свой потенциал. У нее хорошие нюки. Пока нюки работают, нужно убивать. И нюки будут хорошо работать до покупки Блэк Кинг Бара. Нужны слоты. Нужны слоты для Фантомки. И посмотри, Митерскерс пошел у нас по Фантомке под Шрайном. Неужели будут не побояться? Не постеснялись одного персонажа. Магнус здорово сделал Блинкаут. Успел, ты видел, да? То есть там Блэк Холл был красавчик. Поэтому выжил в этой ситуации. Ну, такой средненький фраг. То есть они убили Кора. Это хорошо, но потратили два ценных ультимейта. Сейчас, пока Кора нет, имеет смысл попушить центральную вышечку и потом отойти. Энигма зашла не туда, но Винтер и Виверна ее сейвят. В любом случае, она здесь будет погибать. Размен один в один. Пошел с лаваап. Вич-доктор поставил свой вард, но его сразу забивают синие. Размен уже получился в итоге с предыдущими фрагами один в два. И посмотри, кстати, сейчас еще можно в Гристов Девауэра. Девауэра нужно забирать. Девауэра забирают. И в итоге пос... Ну что ж такое, Магнус опять... Магнус единственный выживший. Но у него блинк есть, поэтому идти нет никакого смысла. Он делает отсюда телепорт. Ну и, конечно, теперь два в три получается у нас размен. Мне казалось, что... А фантомка просто не показана, что она умирала. Она умерла до этого. Поэтому в итоге вообще полностью размен был четыре в два. Да, потеряли двух коров, но тем не менее, сами там и денег тоже заработали. Да, но Магнус красавчик. Мало того, что он выжил, он еще забрал две баунти руны. Это, конечно, важно. На самом деле, почему-то, даже смотря на игры тир-один составов, некоторые не выделяют баунти руном должного внимания. Но на самом деле, если посмотреть, даже сравнивая, особенно в лейте, сколько они дают, это просто бешеные деньги. А тем более, если кор и Магнус могут дальше выходить в хорошие артефакты, я уже не говорю о рефрешерах и так далее. И Vengeful Spirit нуждается в слотах, потому что, посмотри, ну, она как раз выглядит как саппорт в этой игре. Очень много смертей, ее легко убивать, и вот уже четыре раза получилось. Поэтому Чеширо может прекращать. Наглеют. Наглеют, но зашли на Рошана без Эдалонов. Так, вот они Эдалончики. Пришлось съесть свою же катапульту. Теперь нужно, чтобы они расплодились. Минус один Эдалон. Двое появились, неплохо. И вот с Эдалончиками Рошан падает пободрее. И самое интересное, что решили его не дефить вообще никак. Хотя... РП нет. Нет РП и нет Санитис Эклипса. То есть, с одной стороны, нету арены МК и нету ультимейта Энигмы, но с другой стороны, ультимейты почти равноценные по эффективности. РП это тоже такой мини-блэкхолл. Так, у нас словили. Подловили. Интервиверну. Показали вардера. Словили, подловили. Сейчас еще. Сентряк сломали. Еще один вардерс должен понимать, что здесь имеется. Ну, Фантомка уже, наконец-то, с Делайтером. То есть, уже урона, в принципе, достаточно. Опять же, под Магнусом проблем с уроном у них нету. У них есть проблема с выживаемостью и с координацией в замесах. То есть, вначале они вроде бы могут начать неплохо, но а дальше как-то РП. Вот пошло РП по двоим. Фантомка сейчас должна прыгать. Помогать своей команде. Веншифл Спирит. Минус армор. Полетели сюда ракетки. Аегис выбирает очень быстро. Погибает также Тинни. Дезвард стоит. Палантимас. Надо вгрызаться в него. Манки Кинг накастовывает арену. Свапает Чешир своего коробта. И спасает тем самым ему жизнь. Ну, вот хороший замес. Вот как раз тот хороший замес. Реализация блинка от Магнуса. И сделано все было просто замечательно. Ай-яй-яй. Манки Кинг. Какая серьезная ошибка. Прыгает. Энигма. Но ей просто моментально сбывают Блэк Холл. Сейчас еще и Клипс пошел. Но и Энигма также отправляется дыхать. Тинкер там накастовывал что-то. Получилось Фантомку добить. Но тем не менее, размен 1 в 3. Если учесть, что у них был еще и Аегис. Это, конечно, совсем неравноценный размен. Да, это было просто провальнейшее решение идти драться, когда у Тинкера было мало маны. То есть он Дракет там буквально пару кастов дал, но толком-то ничего не смог сделать. Энигма была бы рада ворваться, но у нее там немножечко оставалось до блокхола и, соответственно, она не могла ворваться сразу. Плюс у нее нет Блокинг Бара. Без Блокинг Бара ворваться первой очень тяжело. Так, был выход от саппорта Тинни на Кора в Edge for Spirit и, ты знаешь, было близко. И вообще в этой ситуации ему помог Худ вообще в целом. Ну и вообще, если так смотреть, там было... Мне казалось, что она разберется с ней. Но еще, видимо, не настолько силен. Вот, есть еще такой момент. Энигма. Энигма собрала Кримсон Гуард. Это неплохо смотрится против физического урона, но вот, например, против ОД Кримсон Гуард почти бесполезен. Как бы ОД чистый урон, и урона все равно, там есть какие-то бафы у противника или нет на защиту. В итоге получается так, что Энигма с своим Кримсон Гуардом контрит, ну, так, неплохо, разве что Фантомочку. Может быть, там еще тычки, там, винги и... Выход в смоках. У нас, наверное, нашли Девавера, но свап от Венжево Спирит. Конечно, здесь ее должны забирать, но спрятали. Винтерский Орд с Тинни весь прокаст просто в молоко. Манки Тинк ставит арену, и в итоге они получают два фрага сразу. Винтер Виверна, конечно же, погибает. А пойдут ли дальше Тинкер? Она запускает свои ракетки. Пойдут или не пойдут? Вот в чем вопрос. У Магнесса, в принципе, РП-шка-то есть. Но как ты можешь драться, когда уже три героя в таверне? Еще РП не очень хорошее, на самом деле. Двоих он отвез. Они, посмотри, дальше планировали идти, но он, наверное, не стоит. А в это время еще и убили Фантомку. И в этом замесе однозначно Макс дома сделали все, чтобы отправить своих оппонентов домой. Очень круто. В этот раз Магнесса немножечко ошибся с РП, но, в принципе, я считаю, что кастовать у него было смысла, потому что два Акора уже умерли от Эйвинга. То есть, видимо, он надеялся, что Фантомочка там где-то из-под тяжка прыгнет и убьет, но Фантомочка по КД получал лазер, и без Блэкинг Бара Фантомочке очень трудно реализовывать себя в замесе. Нужно БКБ. БКБ Фантомка собирает, но, в принципе, еще достаточно долго его собирать, особенно если учесть, что она очень много погибает. Если вы обратите внимание, то у нее больше всех смертей в своей команде, то есть вот у нее и у Вич-Доктора. Но разница, на самом деле, очень большая. Вич-Доктор и Фантомка. То есть, ВД тут вообще легко убивать, Фантомка как-то хотя бы удолжить своим блюром что-то может. ВД вот так вот умерет. Просто даже без контакта, считай. Да. У меня даже нет шанса уйти. Как-то легко. И посмотрите, 11 тысяч преимущества. По ВАГа слишком много отдали. Именно в плане фрагов, которых мы могли избежать. Помнишь этот замес в миде, где Ванжи Фул Спирит свапала, казалось, стоит отойти. Они же понимали то же самое про лейд, то, что у них был идти все будет здорово. Нужно только было дождаться слотов. Сейчас можно зарешать отсутствие РП. Вот РП нет, и без РП очень трудно драться. Почти все выигранные драки или все удачные размены для ПАЛАГи были только за счет хорошего РП. Хорошего РП нет, и очень тяжело. Очень тяжело банально подойти. Магнус потратил блинк. Сейчас еще секунды 10 у него точно не будет блинка. Ну, посмотри, вроде отходят. Барак не добили. Тот барак они били, ну да ладно. Ну да ладно. Сейчас у МК откатится ультимейт, да. Сейчас у МК откатится ультимейт, и через 80 секунд они могут также зайти. Главное, главное, чтобы сейчас никто из них не нас видел. Шрайны в это время можно сломать. Все-таки это в любом случае и деньги, и возможность телепорта делать. Самое главное, это, конечно, именно пространство на карте какое-то. Мобильность лишать оппонентов. Ну и давайте по поводу Рошана, что у нас примерно 2,5 минуты. Через 2,5 минуты мы уже узнаем, что там Порошана будет. Кстати, Тинкер может приобрести себе и приобретает Аганим. Тоже очень круто. После такого шикарного замеса очень много заработали. Тинкер вообще один раз только получилось убить. Тинкер собирается неплохо. Вот он сейчас думает, собрать ли БКБ, думаю, не стоит. Потому что один черт, он попадет в РП и БКБ ему не поможет. А вот собрать что-нибудь из серии Хекс или Шива будет полезно. С Хексом можно в любой части карты, например, убить Фантомочку, не позволив ей нажать БКБ. Ну а Шива просто хорошие артефакты замеса. И нюк, и броня, и все вместе. Неприятно, что Павага оказалась в такой ситуации. С одной стороны, то есть у них лейт, и линии все пушатся из-за Тинкера. То есть ты не можешь даже как-то подсплитить, чтобы у тебя хотя бы... Посмотри на количество ТВ-ров, снесенных одной командой и другой. Я мягко намекаю, что 0 ТВ-ров снесли. Тинкер. Это первый из два факторов. Во-первых, у противника ОД. ОД не бьет ТВ-ра. Больше я тебе рассказал в начале, что ему нужно время. То есть в вышечке он не бьет, он обычно там первые 20 минут только фармит. А во-вторых, Тинкер с весьма неплохим стартом. Там подходишь, он запускает машинки, и ВД с вуду-рестеррящен первого уровня просто не способен отхилить спам. Вот они. Выходят в лейт. Еще стоит отметить, кстати, что Девауэр тоже собирает себе БКБ. И Энигма-то уже его купила. Понятное дело, свап через БКБ работает, но все же... Ну, линька. Теперь нужна еще линькин сфера для Энигмы. Линькой будет попроще. То есть он всегда будет Магнус СРП, который может БКБ сбить даже Раверс Полярити, но если Энигма накроет Магнуса БКБ, то все будет совсем наоборот. Крайне важно, чтобы Фантомка и Девауэр до следующего замеса, который, возможно, произойдет у нас либо на Рошане, либо приближенное время, когда настанет к этому самому Рошан, чтобы в этом замесе у них были эти два БКБ. Если их не будет, будет критично. Вот, смотри, появляется у Фантомки БКБ, уже чуть попроще будет. Но, тем не менее, тут еще такой неприятный герой, этот Энигма. С одной стороны, можно рассчитывать на Магнуса. Он вроде бы неплохо все делает. То есть, посмотри, у него там 0.1.10 статистика с РП. Главное, чтобы они сделали, как помнишь, вот здесь у них был такой замес. Когда Магнус прыгнул у двоих, они сразу их забрали. Они тогда замес выиграли в салат. Вот, инициация, она в доте всегда имеет больше шанс выиграть. Чаще, вот какая-то была процентная статистика в этом плане, что тот, кто инициирует, чаще всего он и побеждает. Ну, сейчас нужно просто расставить вардики, так вот незаметно. И для этого нужен смок. Сложно. Незаметно выйти из базы. Да, и где-то поставить варды в районе Рошана. Вижена очень. Потому что Рошанчик-то уже появился, и на Рошанчика нужно успеть. Нашли Винтер Виверну. Ну, в это время Личдок-то разобрали. И Винтер Скёрс, Винтер Виверна полетела. Она под просветочкой, Манки Кинг. И сразу Блэк Холл. Есть кто, кто будет сбивать Блэк Холл? Так, ладно, вроде получилось, но Фантомка-то уже в таверне. И сейчас еще и Веншфул Спирит туда же отправится. Это даблкилл для Манки Кинга. И у трех этих героев нет байбэка. Это можно пойти на топ, легко забрать в сторону. Посмотри, какая там огромная пачка. Две катапульты идут вообще просто. Иди и забирай. А можно и в миде. Что хочешь можно на самом деле делать. А после этого главное вовремя отступить. И забрать Рошана, если они хотят закончить сразу же. После того, как там с Аегисом вернутся и так далее. Ты смотри, какой ты некрасавчик. Он бегает, бегает, старается показать Магнуса. Он принимает на себя весь удар. Он понимает, что лучше уж прыгает Магнус с него. Нежели, допустим, Манки Кинга или Тинкера. И продолжает зонить. Вот такое слово на английском языке. Зонит противника. Две стороны. Достаточно просто. Даже еще Фантомка не успел. И посмотри, как я и говорила, что нужно отступить до того, как она резница забрать в это время Рошана. А как раз по Ваге, скорее всего, не знаю, может даже рисковать идти в Смоках. Потому что там попытаться как-то подраться на этом самом Брошпите. Если они просто ничего не сделают, то вероятнее всего, что эта игра закончится, как только вот Аегис и Сыр появятся. Сыр. Не знаю, даже Тини могут это сделать. Ну, самое хорошее решение, наверное, было нажать Смок вот до этого фида, когда они пошли и неудачно парались без Магнуса, который не успел дать хорошее РП. И вот сейчас они выходят, но, по-моему, это читается. Очень-очень поздно. Да, по-моему, их выкат читается, и вроде как дайр уже готова. Просто ни одного тавра не забрали. Это, конечно, у них не сказать, что была возможность, потому что Тинкер, он все-таки очень, правда, здорово отпушивает, и за место практически все выигрывали как раз их оппоненты. Но, тем не менее, все равно это неприятно, что нет героя, который может там войти быстро, забрать тавер. Манки Кинг неплохо дефит. Да, все, на самом деле, перетягивались быстро, и как команда они действовали более слаженно, чем как раз по багу. Фантомка должна была иметь что-то там, типа БКБшечки, чтобы уходить. И то, опять же, БКБшечки есть. Ну, теперь просто осталось пойти культуринка все вместе, дать с собой парочку вардов, на всякий случай. Подготовиться к тому, что, возможно, повага попробует обойти в спину. Это такой самый объективный, самый хороший вариант для поваги. Обойти в спину и, допустим, бить Тинкера. И тогда, может быть, у них появится шанс на камбэк. Да, вот, верно, летит с вардиками. И смог. О, как красиво. Все делает очень. Чтобы Энигму не было видно. Да, чтобы Энигму не было видно. И Магнус стоит, смотри, в инвизии, ждет. Сейчас будет от них попытка. Пытаться нужно зафокусить именно Энигму, наверное, первым. Потому что у нее нет там никакого сыра, либо Аегиса. Ну и вот заходят с Витч Доктором за считанные секунды. Разбираются. МК не жалеет. БКБ прожимает его. Тинни идет впереди планеты всей. Магнус попытался его вывести. Попытка оказалась, как вы видите, неуспешной, неудачной. Они не смогли ничего сделать. Манки Кинг поставил арену. Был использован глиф, тавр падает. И остались только два барака до мега-крипов. Они уже идут. РП-шечка. Ну, РП-шечка вроде неплохая, но по Манки Кингу, который с Аегисом... И даже его не получается забрать. Блэк Холл под трем героем. Сваба в этой ситуации не было. У Фантомки появился байбэк. Но, как вы видите, его бы неплохо было бы сделать. Фантомка его делает два ВКБшкой. Начинает грызаться в тине. Очень плотно. Бараки падают. Самый главный, вот падает последний барак. Под ВКБ избивает тине. Здесь вот пришла Фантомка. Чего-то пытается драться. Дерется до конца с Манки Кингом. Угибает после байбэка. И Гуд Гейм Бл Плейт прописывает по ВКБ. Макс дома побеждают на этой карте. Притом, я бы сказала, они как раз выглядели очень здорово. Начиная там со стадии лаинга, где они могли давить, они там и давили. Вот эта вот линия Тинни и Энигма показала себя крайне здорово. Мне вот понравилось, как они реализовали. Я бы сказал, что Тинни в последней драке просто сыграл шикарнейшим образом. Энигма пошла давать Блэк Холл. И Блэк Холл был хороший. Ленга уже стояла на позиции. Она была готова свапать. Но Тинни сначала ее застанил, не позволив свапнуть. А потом просто закинул Блэк Холл. Тинни как пик в этой игре реализовал себя на все сто. Ну, неожиданно. Вот мы как раз говорили, что не видим, как Тинни себя будет реализовывать. Он взял, показал, что посмотрите, как я могу себя реализовать. И по урону, по урону, посмотрите. Он практически на одном уровне, там, 400 урона разницы. С Манки Кингом, который, как бы, кор по позиции, очень много сделал для победы своей команды. И я думаю, что они должны им сказать, ему должны сказать спасибо. Ну, а Павага как раз немного расслабленно играли. Либо, возможно, недооценили свой пик. Либо не поняли его силу. Хотя, вроде все очевидно. Фантомка и Магнус. Вообще, честно говоря, это чуть ли не первый раз, когда я вижу, когда Фантомка и Магнус проигрывают. Даже, может, приятно на это посмотреть. Хотя, белорусы, простите, простите, дорогие друзья. Так, давай, что у нас по следующему матчу. Следующий матч у нас тоже начнется буквально тоже очень скоро. Там Бурсас против Немига. Это, кстати, тоже белорусы играют. Вот, что-то мне прям везет сегодня на белорусов. И пока мускальная пауза, не переключайте.